Пять книг-биографий, которые вдохновят вас на свершение. Чтение биографических книг открывает уникальную возможность изучать жизнь выдающихся личностей, перенимая что-либо из их опыта и поступков. Этот жанр литературы не только расширяет наши знания о людях, изменивших историю, но и вдохновляет на собственное самосовершенствование и достижения. РБК Украина, проект Esteller, вместе с национальной книжной платформой Якабу предлагает пять увлекательных биографий из мира культуры, моды, шоу-бизнеса и политики, которые точно не оставят вас равнодушными, Анна. Биография Анны Вентур, главной редактора ВОК, Эми Аделаль. Анна Вентур по прозвищу «Ядерная зима» – это та самая легендарная главная редактор «Глянца ВОК», которая стала прототипом героини для знаменитого фильма «Дьявол носит Прада». Автор Эми Аделаль работала с Вентур, и этот опыт так ее поразил, что она решила собрать информацию из 250 интервью и свидетельств от коллег, друзей и ближайшего окружения Анны Вентур. Чтобы издать ее биографию, из книги вы узнаете, что помогло Анне Вентур достичь высот, выстоять во времена кризисов, удержать и развить индустрию медиа мировой моды. The New York Times отмечал, что «Анна. Биография – самый откровенный и полный портрет Анны Вентур. Обложка книги «Анна. Биография Анны Вентур», главной редактора ВОК, «Будь полезным». 7 жизненных правил, Арнольд Шварценеггер. Лучший бодибилдер мира. Самая высокооплачиваемая кинозвезда мира. Политик в самой могущественной стране мира. Это один и тот же человек, Арнольд Шварценеггер. Его успех стал результатом четкого ведения, глобального мышления, упорного труда, откровенного общения, продуктивного решения проблем, искреннего любопытства и щедрости. Арнольд всегда руководствовался родительской установкой, быть полезным. В книге он делится инструментами, которые помогли ему добиться подлинной цели в жизни. Эта книга не о сладком успехе, а о многочисленных попытках, победах и неудачах. О некоторых своих неудачах Шварценеггер рассказывает впервые. Обложка книги «Будь полезен». 7 жизненных правил, по ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления. Том Фелтон. Актер Том Фелтон, сыгравший злого Драка Малфоя в эпопее о Гарри Поттере, стал известен в 12 лет. В книге «По ту сторону волшебной палочки» он откровенно и с фирменным юмором рассказывает истории о своих первых прослушиваниях и ролях, о том, как получил роль Драка, о приключениях на съемочной площадке «Патерианы» и о людях, с которыми подружился за 10 лет съемок фильмов. Также Том Фелтон рассуждает о преимуществах и недостатках славы и о том, как было сложно сориентироваться во взрослой жизни после съемок. Читать каждому фанату Гарри Поттера. Обложка книги «По ту сторону волшебной палочки». Магия и хаос моего взросления. Голда, Эленор Баркет. Мы хотим жить. Наши соседи желают видеть нас мертвыми. Это не оставляет нам много простора для компромисса. Звучит очень актуально, но было сказано в прошлом веке премьером Израиля. Голда Меир, одна из основательниц государства Израиль и первая женщина, возглавившая правительство этого государства, родилась в Киеве, в бедной еврейской семье. Она стала «аномальным явлением» для тогдашней патриархальной власти, в частности, из-за своей железной решимости в сочетании с шармом, доброжелательностью, бескомпромиссностью и полной преданностью своей стране. В этой книге «Знакомство с малоизвестными фактами жизни Голды Меир, личные победы и разочарование этой легендарной персоны». Обложка книги «Голда» запретной. История жизни и борьбы Василия Стуса, Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов. Роман, основанный на реальных событиях жизни поэта Василия Стуса, был экранизирован в 2019 году, в центре сюжета «Исследовательница жизни и творчества Стуса», которая в силу определенных жизненных обстоятельств стала медсестрой. Ей предложили ухаживать за умирающей от тяжелой болезни женщиной. Как оказалось, эта женщина в прошлом была полковником КГБ и многократно встречалась со Стусом, особенно в последние дни его жизни. В романе чрезвычайно насыщенно изображена жизнь поэта на его родной Донбассе, в окружении друзей, педагогов и литераторов, и в концлагере, где содержали узников совести, вменяя им в вину их убеждения. Обложка книги «Запретный». История жизни и борьбы Василия Стуса. Раньше мы рассказывали, какие пять новых романов о любви погрузят вас в романтическую атмосферу, также напомним о шести новых книгах о войне, которые нужно прочесть.